Сейчас у нас уже идет вторая лагерная смена. Заехало у нас 225 деток и оздоровление проходит в обычном режиме. Какие особенности? В этом году у нас дистанцирование. Родители на территорию лагеря не допускаются по рекомендациям. Родители могут приезжать, но мы принимаем только передач. Первые три-пять дней дети адаптируются и домой никто не просится. До окончания смены у нас остаются все детки. Эта смена у нас идет, называется смена «Остров приключений». Он идет под девизом «Приключения для детей». И идея смены такова, что здесь на острове когда-то жили древние люди и они поссорились, потому что не знали самой главной ценности. И всю смену мы будем искать эти ценности. И мы будем подводить детей к тому, что самая главная ценность в лагере – это дружба. И девочки, и мальчики, которые приезжают первый раз, для них сначала новое то, что очень четкий распорядок дня, определенный режим. Мама искала мне хороший лагерь и нашла именно этот. Он довольно подходящий мне. Он дисциплинированный и здесь довольно все строго. Если меня смотрят дети с родителями, родители, подготовьте своих детей, если вы хотите отвезти своих детей в лагерь, чтобы они сразу были уже ответственные, а не то, что плакали все детям и просились бы домой. Рано или поздно детям все равно придется учиться ответственности. Так что лучше начинать сейчас. Вот прямо сейчас. И лагерь «Энергетик» этому польза. Здесь складываются очень дружеские и комфортные взаимоотношения между ребятами. Всегда очень классные вожатые, всегда веселое мероприятие. Обстановка такая комфортная сама, и лагерь сам большой, можно где прогуляться с отрядом. Очень дружный отряд уже на второй день, или даже на первом. Мы знали имена каждого. И вообще все мероприятия здесь очень запоминающиеся, веселые. Кружки, спорт, различные мероприятия. То есть детям некогда скучать. Здесь очень много друзей находят. Потом они списываются, приезжают из года в год. Есть которые с десятого отряда по первый дошли. Детям интересно, а если детям интересно, то и нам интересно. Самое сложное, это, конечно же, сплотить детей. Потому что дети бывают разные, но мы должны понимать, что это все-таки дети, их можно направить. Это полезный опыт, замечательно. Особенно общение с людьми, с детьми, в первую очередь. Это, конечно же, пригодится в будущем в нашей профессии. Это основа нашей профессии.